Уже в июне многострадальная взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта будет сдана в эксплуатацию. Отсутствие садящихся и взлетающих самолетов идет на руку подрядной организации, равно как и погодные условия. Министр инфраструктуры Владислав Крикли, который проехался по полосе, пока только на микроавтобусе, оценил ее готовность в 98%. Поэтому очень вчасно, что мы уже на финальном этапе для того, чтобы уже в червне месяце открыть и запустить новую взлетно-посадковую смугу и поветрянные брами Одесского аэропорта смогли привитать и приймать туристов. Хочу зауважить, что проект, загалом, дающая черга, которая предпочитает сдачу этой взлетно-посадковой смуги, вартостью 2,8 млрд грн, из которых уже 2,2 млрд профинансовано. 600 млн, которые как раз остаются для того, чтобы завершить необходимые будильные работы, мы приняли решение, как раз будет профинансовано. Готовая взлетно-посадочная полоса сможет работать при любых погодных условиях, уверяет министр. Из-за тумана самолеты не будут разворачиваться в воздухе, а экипаж запрашивать посадку в Бухарест, Кишинево или Киево. Протяженностью 2,8 км, которая отвечает всем требованиям. Больше того, аэронавігационное обладание будет установлено и метаобладание специально для того, чтобы, враховывая специфический климат и метаозалежность Одесского аэропорта, можно было принимать все рейсы и использовать инструментальный контроль для посадки. Новая полоса будет работать с одного курса по категории 3А. Это категория, которая позволит Одессе не зависеть от метеоусловий. Длина позволит принимать практически все воздушные суда категории D. Это самые большие 737, это аэробус 320-321 в разных модификациях с максимальными их весами. А вот сможет ли уже в июне новая полоса аэропорта принять первое судно – большой вопрос. Министр Крикли пока не рекомендует покупать билеты по заманчивым ценам. Украина возобновит авиаперевозки не раньше, чем это сделают в большинстве европейских стран. Не треба поспішати і, власне, трошки маніпулювати з датами певних авиаперевозників, тому що невідомо, наскільки буде продовжено карантин, більше того, коли пропонують, знаєте, таку цікаву пропозицію, дуже доступну за вартістю. І наш громадянин не зможе полетіти туди, бо, по-перше, іноземні країни, вони закрили свої кордони, відносно інших громадян, в тому числі українці, не виняток, хто не зможе в'їхати. По-друге, у нас поки що не відбуваються регулярні міжнародні авіарейси. Теж треба це враховувати, тому дуже прошу, ми комунікуємо, ми обов'язково офіційно скажемо, коли регулярні міжнародні авіарейси будуть відновлені.